А-а-а-а Все, что тебя касается Все, что меня касается Все только начинается Программа «Наши все» Все, что тебя касается Все, что меня касается Все только начинается Это наше все Привет, привет! Здравствуйте, телезрители! Пятница, наконец-то! Последний рабочий день недели! Завтра можно оттянуться просто по полной. Но это все завтра, друзья. Настроиться на выходные мы вам поможем. А мы это я, Алиса Романенко и вот Сергей Сурмачевский. Это наше все. Ну что ж, друзья, поехали. Смотрите сегодня в программе наше все. Хула-хуп или по-простому обруч. Как правильно с ним обращаться, профессионалы покажут. А секретами, как вырастить будущего чемпиона по гимнастике, президент федерации поделится. Тренировки нынче в моде. Какими видами спорта занимается молодежь у Суриска? Спросим. Лето – самый травмоопасный период. Что обязательно должно быть в детской аптечке родителям? Напомним. Фильм на вечер посоветуем и анонс мероприятий на выходные подскажем. Партнер программы – оптово-розничный магазин канцтоваров «Бан Дум». Все необходимое в одном месте. Партнер программы – компания «Формула ДВ». Реализует продажу и доставку всех видов технических газов. Улица Кирова, 10Б. Телефон 378045. Программа «Наши все» благодарит магазин «Все яркие» за предоставленную одежду ведущей. 23 июня 1964 года игрушечники Артур Мерлин и Ричард Кнер запатентовали хула-хуп. Это такой обруч по-простому. Идея хула-хупа им подсказал заезжий житель Австралии. В его стране на уроках физкультуры дети крутили бамбуковые обручи вокруг талии. Ну, недолго думая, Артур и Ричард разработали социальную версию кольца и провели первые испытания в начальной школе. Изобретатели пообещали этим детям подарить обручи, если они научатся их хорошо крутить. Идея была далеко не нова. Окаменелые обручи находили еще в египте. Их кладут склепы, египетские, скажем так, знаки. То есть, если я был ферз в египте, то я крутил ха-ха-хуп. Я знаю, что в британском музее находится ваза, на которой изображен атлет, который крутит этот самый обруч. На самом деле, обруч это очень полезная вещь. Его используют все спортсмены, ну или те, кто хочет похудеть. Я, например, да. Я же очень хочу похудеть, поэтому я каждое утро кручу холоху. Воображаемый. Воображаемый. А у меня есть такой небольшой для дочи. Ты в него влазишь? Я в него влазишь, что ты видишь, да? Цирковые артисты, кстати, тоже используют холоху. Они крутят. Я веду такая, когда женщина вот так вся была в них. Как-то так она работает. А как так, да? Тут один катить не можешь, а там сразу несколько. Ну, знаешь, не только цирковые артисты, но и гимнасты. Давайте, кстати, узнаем у наших историйских спортсменок про их достижения, мечты и кому больше всего неблагодарны. А давай. А после, друзья, мы посмотрим, как они справляются, естественно, с собой. Чем ты любишь заниматься в свободное время? Обычно в свободное время я гуляю с друзьями, рисую, смотрю телевизор, сплю. И все? Да. На протяжении всей жизни моей главной поддержкой являются мои родители. Они поддерживают меня во всех моих начинаниях, всегда мне помогают. Несмотря на то, что получается у меня или нет, они всегда мне подают руку помощи. И я очень сильно им благодарна за это. Какого бы ты хотела достичь в жизни? Таких еще грандиозных планов я еще не строила. Но самая близкая мечта, которую бы я хотела осуществить, так как занимаюсь уже достаточно долго гимнастикой, я хотела бы, конечно, получить мастера спорта. И вот пока стремлюсь к этой цели. И, конечно, хотелось бы сказать спасибо нашей второй маме. Это Валерии Юрьевне Беломестного, которая очень много делает для нас. На данный момент моей мечтой является выполнение мастера спорта. Я уже очень долго иду к этой цели и надеюсь, что все получится. Конечно, я благодарна своим родителям. Они являются моей опорой, поддержкой в трудную ситуацию. А в спорте я благодарна своему тренеру, потому что именно благодаря этому человеку я достигла определенных результатов. Я получила звание кандидата мастера спорта. Самые значимые награды – это победа на всероссийских турнирах и турнирах в нашем Приморском крае. Чем ты любишь заниматься в свободное от гимнастики время? Ну, в свободное от гимнастики время я занимаюсь точно тем же, что и обычные люди. Например, смотрю телевизор, гуляю с своими друзьями, делаю уроки. Мы с командой уже добились множества наград. Например, мы становились очень много раз уже призерами Дальнего Востока, Приморского края. Также выходили на соревнования общероссийского уровня. С чего начинается вообще ваше занятие? Вообще занятие начинается с разминки. Потом мы начинаем отрабатывать с элементами, а потом с предметами. А потом, нам говорят, брать предметы и готовить упражнения. Какие предметы и с какими ты лучше всего справляешься? Ну, вообще, ну, обруч больше всего. У меня, ну, скакалка тоже нормальная. Ну, и все. Мне больше нравится всего с мячом, потому что у нас есть групповое упражнение с мячом. Мне больше всего нравится заниматься с лентой. Мы делаем часто вертушки всякие, броски, и мне очень интересно с ней заниматься. Кого бы вы хотели поблагодарить в своих успехах, достижениях? Ну, в первую очередь, тренера. Валерия Юрьевна, спасибо большое! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Еще 23 июня Субтитры создавал DimaTorzok 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 Номиналом в 1000 рублей И плюс к этому скидка 40% Получив такую карту Вы можете выбрать любой товар Из любого ассортимента Любого магазина торгующего Под товарным знаком Вот золото Вспомним советский мультфильм Малыши Карлсон Посмотрим отрывок из мультфильма Ты меня слышишь, дитя мой? Займись этим зверем Только будь осторожна Собака не стерильна Вопрос звучит так Как зовут кошку Фрэкинбок? Друзья, скорее вспоминайте кличку И присылайте ответ на номер, указанный на экране Этот сертификат достанется первому Кто правильно ответит на вопрос Напоминаем, звонить не нужно Только смс и ватсап сообщения Да, вот на номер, который вы видели Ну а мы пожелаем вам отличного настроения, друзья И послушаем, что же радует жителей нашего города Чего хорошего ждешь от этого лета? Завтра у меня брат, день рождения, ему годик исполняется Вот уже думала, где будешь отдыхать в этом году? Да, в лагере В каком? В Ружино Часто ездишь в лагеря вообще? Уже шестой год подряд Хорошо Что можешь пожелать жителям нашего города? Часть здоровья, чтобы вы очень классно провели свое лето Хорошее только то, что мы закончили учительное, конечно же Наступили каникулы Я приехала, встретилась с подругой, которую я тоже давно не видела Жду много путешествий Много хороших положительных эмоций и веселья У меня родился племянник 25 мая Хорошо, это уже сколько? Как назвали племянника? Руслан Руслан, хорошо, что можешь пожелать жителям нашего города? Счастья, здоровья и мирного неба Ну, жду я только поездок с одноклассниками на море, на Ханку, с подругами Просто Китай, люблю Китай Ой, от лета много что жду, потому что последнее лето перед поступлением Надо отдохнуть очень хорошо, на максимум Что произошло хорошего? Я встретила друзей, с которыми не виделась почти год Это очень хорошо А что будет происходить? Буду много путешествовать этим летом И я, кажется, думаю, что это самое хорошее, что может быть у человека в жизни Отлично, что можешь пожелать жителям нашего города? Добра, счастья Я не хочу сказать, что мы все злые Мы все добрые, но еще больше добра, счастья, позитива и улыбок Время гороскопа, но для начала... Нет, не переметы на 23 июня, хочется перемен, друзья Поэтому просто дадим персональный совет от наших астрологов рака Которые родились 23 июня Кстати, у нас в редакции два рака, Вика и Андрей, да Но родились они не сегодня, поэтому забудем о них Так вот, совет тем, кто родился сегодня Не убегайте от повседневных дел Поддерживайте порядок как в своем доме, так и в жизни Не распускайте язык, рассуждая о чужих проблемах Соблюдайте тактичность во всем, что вы делаете Ну а теперь гороскоп для всех знаков зодиака Начинаем с Овнов День благоприятен для полного раскрытия вашей личности Не исключено появление свежих идей, которые позволят найти новые источники заработка Телец, все, за что бы вы ни взялись, будет удаваться И даже из самых запутанных ситуаций вы сможете выйти с выгодой для себя Да Близнецы, день будет удачным для создания новых проектов А также для поиска новых возможностей и достижения успеха Отлично Рак, возможность серьезных проблем мала Но этот день может всерьез испытать вас на зрелость Львы, ваша деловитость и ответственность принесут похвалу и одобрение руководства А появление свежих идей позволит найти новые источники заработка, да Дева, успех гарантирован тем, кто предельно требователен к себе И умеет честным путем обойти препятствия Весы, держите себя в руках, иначе вы рискуете потерять симпатию окружающих Скорпион, вас ждет удача в бизнесе, поездках, быстрое разрешение финансовых проблем Используйте шансы, которые предподносит вам судьба Стрелец, вы почувствуете в себе возросшие способности лидеров Интенсивно применяйте различные идеи Какая-то из них приведет вас обязательно к успеху Козирог, вы можете получить прибыль Перед вами расширятся горизонты Появятся новые планы и возможности Водолей, судьба вновь испытает вас на прочность Проявите осмотрительность и сдержанность в общении Рыба, сегодня вероятно резкая смена настроения и самочувствия Вам необходимо разрядиться Рекомендуем физические нагрузки, массаж Друзья, это был гороскоп на сегодня А теперь рубрика «Наше самочувствие» Не только для отдельных представителей знаков зодиака А, как говорится, для всех Особенно к телеэкранам призываем родителей Евгения Беляева, заведующая аптечного пункта, расскажет Что обязательно должно входить в детскую аптечку Ведь лето – это самый травмоопасный сезон для детей Ребенок может обгореть на солнце Быть покусанным комарами Ну, или другими детьми Или просто упасть Вот, кстати, пару дней назад моя дочка упала, разбила коленку Ой, как долго мы ее успокаивали Хорошо, что не другие дети ее покусали за коленку Ну, знаешь, когда падаешь, это всегда больно Да ладно, быть не может Зато ты поднимаешься и становишься сильнее Мне, кстати, мама рассказывала, что у меня колени вообще не заживали Настолько часто я падала Ну, знаешь, есть такая штука, как смотреть под ноги Знаешь, некогда было Ой, а то ты не падал Да падал, я сейчас падаю Смотри под ноги, дружок Да мне очень высоко, у меня зрение уже старенькое, зрение уже плохое Старенькое Да вытянутые руки вижу, а там дальше все, там уже земля там для меня просто расплывчата все Поэтому я хожу и периодически спотыкаюсь Но не об этом Бывает Сейчас мы поговорим о том, что обязательно должно быть в каждой детской аптечке Смотри и запоминай Хорошо И вы, дорогие телезрители Каждый родитель стремится разнообразить отдых ребенка Природа, дача, море Куда бы вы ни отправились о медикаментах, следует позаботиться заранее Взять любую аптечку, даже ту же самую автомобильную Идет контейнер Сейчас в любом хозяйственном магазине можно купить пластмассовый контейнер с крышкой Есть такая возможность, чтобы этот контейнер был из темной пластмассы Чтобы он препятствовал попаданию солнечных лучей Во избежание путаниц лекарства лучше хранить в оригинальных коробках рядом с инструкцией Туда же не забудьте положить термометр В дорогу желательно, конечно же, взять электронный, так как он идет более безопасный, чем ртутный То есть не страшно, да, если он у вас упадет, как бы он не разобьется Самый большой плюс, то что он безопасный Вот, и также на некоторых термометрах имеется память То есть можно посмотреть, какая была температура до этого Плохо вымытые овощи и фрукты могут вызвать кишечные расстройства Здесь помогут энтеросгель, смекта и энтерофурил У него практически нет противопоказаний Его можно применять с одного месяца жизни Это жидкая лекарственная форма, имеет приятный сладкий вкус При отравлении очень важно не допустить обезвоживания, особенно у маленьких детей Необходимо принимать такие препараты, как гидровид, либо регидрон Эти препараты помогут восполнить водно-солевой баланс организма Сбитые коленки лечим по старой схеме Ну, также необходимо будет ее сначала обработать И можно будет нанести антибактериальную массу Допустим, такую, как бониоцин Убрать раздражение, аллергию или снять зуд от укусов насекомых поможет фенистил А лучше предотвратить недуг спреем Ну, а сейчас вообще большое разнообразие различных респелентов Вот, которые идут гипоаллергенные Можно применять с года Идут практически от всех видов насекомых Возникли трудности со сбором медикаментов Специалисты аптеки номер 3 всегда готовы помочь Приятным дополнением будут скидки Они действуют с 8 вечера до 8 утра Владельцев дисконтных карт порадует скидка в 5% Отдыхайте с удовольствием и пусть аптечка останется нетронутой Все, что тебя касается Все, что меня касается Все только начинается Это наше все Давай Я надеюсь, что это попадет в эфир Еще раз здравствуйте, дорогие телезрители Для тех, кто только что к нам присоединился Это программа «Наше все» И мне так трудно стоять, что я чуть не упала И с вами в студии все так же Алиса Романенко и Сергей Сергеевич Сурмачевский Как ты себя любишь, да господи Ну, кстати, мы обещали, что расскажем Как вырастить чемпиона по художественной гимнастике Так вот, время пришло До днях я побывала на тренировке юных спортсменок Тренер Валерия Белосметова поделилась подробностями этого замечательного вида спорта Эх, хотела бы я его освоить, но, увы, уже стара Не возьмут И ты права Ну, не расстраивайся, дочку давай на занятия Как ты меня успокоил Но если она захочет, то обязательно, да А тут Вот Это с детьми так не работает Там надо Что надо? Чтобы, ну Просто надо, чтобы она шла и занималась Все-таки я упала Спинку выпрямляем, тянемся вверх Вот, умницы Угу, какая молодец Ну и со скольки лет лучше всего начать заниматься художественной гимнастикой? Лучше всего начинать занятия с 4-5 лет Угу, почему именно с того возраста? К этому возрасту детки уже крепли Детки ходят уже в детский садик В коллективе чувствуют себя уверенно А спортивной гимнастикой со скольки стоит заниматься так же с этого возраста? Спортивная гимнастика более силовой, наверное, вид спорта Я, как тренер, наверное, посоветовала бы чуть старше начать занятия С 5-6 лет А если все-таки родители хотят вырастить профессионального спортсмена Ну, со скольки лет им отдавать ребенка? Ну, я думаю, что все равно возраст и для профессионального спортсмена, и для обычного ребенка, он будет одинаковым Ну, тут уже важно, не со скольки лет, а желания, да, ну, какие-то способности Не каждый же ребенок может, ну, не каждому же удается вот эта вот гимнастика Или все-таки, если научить, каждый может? Нет, конечно, не каждому удается Прежде всего, у ребенка должны быть способности Данные от природы Очень много должно, у ребенка должна быть координация, гибкость Это все природное Это можно развить в процессе, если говорить о профессиональном уровне А влияют ли ранние спортивные тренировки на рост ребенка? Я думаю, что ранние спортивные тренировки на рост ребенка не влияют Генетика все-таки? Ну, прежде всего, генетика определяет будущий рост А с какого возраста уже нужно соблюдать диету? Ну, наверное, каждая мама стремится своему ребенку диету соблюдать с рождения Все-таки правильное питание очень важно, и для малышей в том числе А какими девочками, своими ученицами вы особенно гордитесь? Ну, наверное, это Вика Минц, чемпионка Дальнего Востока Тамара Заикина, мастер спорта России Ну, таких, наверное, девчонок много Можно перечислять долго Это Виолетта Быструшкина, Лера Пилипенко Все ваши ученицы, все ходят с такого возраста, да? Да, все детки пришли ко мне в 4 года И на сегодняшний день они все мастера спорта России Субтитры сделал DimaTorzok Вновь приветствуем всех телезрителей Это программа «Наша все» и студия Алиса Романенко и Сергея Сергеевича Алиса Андреевна Романенко Как ты грамотно меня перебила И Сергей Сергеевич Штурмачевский Сегодня в 21.00 вечер документального кино на нашем канале Среда обитания Одна из самых популярных программ в России В фильме химики, биологи, испытатели и производители посуды Расскажут, как отличить качественную утварь от ядовитой Мы показываем сразу две программы Вторая будет про посредников Это люди, которые помогут снять квартиру, переоформить жилье Получить загранпаспорт и даже устроиться на работу Про МФЦ, что ли? Нет Почему? Почему что? Как сказала моя дочь Ну да ладно Хотя на самом деле, да, посредники, ты знаешь, это такие люди, мне кажется, которые Вот они обучались на том, чтобы стоять в очередях Ну да, это нужно закончить институт, да? Да, нужно закончить институт, чтобы стоять в очередях Это у них профессия такая, стоять в очередях и ходить по инстанциям Вот Это бабушки? Мне кажется, у бабушек такая профессия, стоять в очередях и ходить по инстанциям А мне кажется, они просто отмечают дело, стоят в очередях Я всегда удивлялся, когда я еду на работу, а какая-нибудь бабушка уже возвращается откуда-то То есть время полвосьмого она уже идет обратно То есть куда-то она уже успела сходить Может она после ночной гулянки там или что-то в этом роде Знаешь, я хочу себе такую ставить, чтобы я в 7 утра возвращался после ночной гулянки Ну ладно, ну кому нужны посредники? Давай продолжим нашу тему И за что мы им платим на самом деле? Узнаете, друзья, сегодня в 21.00 на нашем канале Телемикс А теперь познакомим вас с, возможно, будущим членом вашей семьи Наши питомцы, смотрим! Интересное, разноцветное кошачье семейство ищет семью Котята игривые, неуловимые и любопытные Своими молочными зубками изучают все, что лежит не на своем месте За такими бандитками нужен глаз да глаз Если хотите развеселить свои повседневные будни и обзавестись шаловливым питомцем Звоните по телефону, что указано на экране Не сомневайтесь, взамен они одарят вас любовью, лаской и своим позитивным настроением В коллекцию Уссурийского музея имеется большое количество патефонов для проигрывания пластинок 78 оборотов в минуту То есть это довоенные пластинки Это патефон ПТ-3 Он 30-40-х годов выпуска Это портативная модель как по граммофона Механический привод у него Внутри находится пружина, которая вот этой рукояткой заводится И позволяет прослушивать вот такие вот пластинки Сейчас я продемонстрирую, как он работает Вы все могли видеть, в принципе У нас ассоциируется патефон с временем Великой Отечественной войны и довоенным временем Вот сейчас вы можете увидеть и послушать, как он примерно звучит И сам процесс его эксплуатации в быту Заводится пружина, которая внутри находится Опускается тормоз Ставится головка Звукоснимателя Итак, пятница Последний день рабочей недели Все устали Поэтому советуем вам хорошенько отдохнуть И вот вам, друзья, места для развлечений, естественно В субботу, 24 июня, состоятся следующие мероприятия Первенство города Уссурийска по стритболу Который посвящен Дню молодежи 2017 На центральной площади с 10 утра до часу дня И с 6 вечера до 8 вечера Открытый турнир по дартс Суперблиц 2017 Приуроченный к Всероссийскому Олимпийскому дню Будет проходить на Тургенево 12 В 11 утра Олимпийский день посвященный Зимним Олимпийским играм 2018 года Что пройдут в Корее? В нашем городе Олимпийский день планируют В осенне Чайка на Пушкино 36 Начало в 9 утра А в 10.45 по адресу Ленинградская 51 Воинская часть 24776 Вроде так, да? Правильно сказал? 24776 Ну хорошо Я просто не знаю, как воинские части читаются А то ты знаешь, ты служил что ли? Не важно Смотри, мне очень веселит, что зимние, зимняя Олимпиада Летом Ну, мы празднуем летом И в бассейне То есть, ну вот Россия Вот вам коньки плывите, да? Это будет так выглядеть или клюшка? Также завтра пройдет Международная военно-патриотическая Спортивная сценарная игра По пейнтболу Вторжение милитаристской Японии На территорию Китая Состоится она в пейнтбольном клубе Фарпост По улице Михайловское шоссе 1D Начало в 11 утра Да, друзья В субботу и в воскресенье состоится пляжный волейбол Посвященный Дню Молодежи на городском стадионе Улица Фрунзе 32 Начало в 10.00 Это вот если хочешь, можешь в пляжный волейбол поиграть Можешь с кальками покупаться Пляжный волейбол на спортивном стадионе, да? А там есть? Песок Песок Наверное, привезут Завезут Завезут А чайку, бассейн-чайку, да? Заморозят Заморозят В принципе, да, это же Россия Мы можем делать все, что угодно Страна чудес Да А в воскресенье 25 июня Там же на городском стадионе Отметят все российский олимпийский день Муль Я думаю, уже все знают, где наш городской стадион Улица Фрунзе 32 Начало в 10 утра Плюс к этому можно поехать к морю Вместе с родными, близкими Шашлык и все такое Ну, а теперь Самая печальная часть нашей программы Что же это, Сережа? Нам пора прощаться До следующей пятницы, друзья С вами были Алиса Романенко и Сергей Сурмачевский Сергеевич Пока-пока, друзья Пока Все, что тебя касается Все, что меня касается Все только начинается Это наше все